Католики, прихожане, священнослужители, наивысшие клирики и функционеры Римской католической церкви утверждают, что сам апостол Петр был первым римским папой. Сам Ватикан и собор святого Петра были построены на могиле ближайшего ученика Христа, принявшего смерть на кресте. Апостола Петра римляне распяли вверх ногами, и именно по этой причине перевернутый крест считается многими символом сатанизма и нечистой силы. Не так давно под собором святого Петра был найден древнеязыческий некрополь. Целая подземная улица, где хоронили не только язычников, но и первых ранних христиан. Несмотря на то, что останков апостола Петра не было обнаружено, а место, где якобы находится его могила, имеет лишь надпись на греческом «Здесь Петр», в 1968 году Ватикан официально признал могилу святого Петра, и критика этого решения их не заботит. Загадкой остается лишь то, по какой причине вдруг на могиле Петра в Риме надпись на греческом, а не на латыни. Самая большая в мире христианская деноминация – это католики. Центр мирового католицизма – Ватикан. Крошечная, но полностью независимая страна, находящаяся на территории Рима. Несмотря на свои размеры, Ватикан непропорционально могущественен и таинственен. Вы даже не представляете, насколько, но сегодня вы это узнаете. Пришло время рассказать о пяти самых страшных и мистических секретах могущественного и зловещего Ватикана. Сегодня будет несколько важных и шокирующих фактов, которые вы услышите впервые. Уважаемый зритель, если ты смотришь это видео, ты и есть настоящее сопротивление обману и лжи. Пожалуйста, подпишись на канал, поддержите его лайком и досмотрите видео до конца. В конце все самое интересное. Ну что ж, приступим. Жил-был талантливый итальянский архитектор Пьер Луиджи Нерви. И он создал и построил немалое количество зданий, которые казались на момент возведения очень стильными, необычными и современными. Среди многочисленных зданий, которые он построил, были и две церкви, чей вид вполне приемлемый. Их дизайн, их форма не вызывают ни у кого сомнений в крепкой и здоровой психике архитектора Пьера Луиджи Нерви. А потом его профессиональными услугами вдруг решила воспользоваться католическая церковь. Пьер Луиджи Нерви должен был создать зал аудиенций для Папы Римского, который назвали в честь Папы Павла VI. Конечно же, опытный архитектор справился с этим заданием и зал аудиенций теперь стоит на территории Ватикана, немного заходя на территорию Рима. Зал аудиенций, заказанный высшим руководством Ватикана, выглядит так. Конечно же, тяжело не понять, что это здание имеет фантастическое сходство со змеиной головой. Символика змея и вообще рептилий для христианских церквей и Библии весьма красноречива, ибо для христианского учения змей это сатана. Самое удивительное и пугающее в этом здании находится отнюдь не снаружи, а внутри. Оказавшись внутри, мы видим глаза змеи, ее пугающий взор. Мы видим клыки в пасти змея, мы видим чешую и, конечно же, длинный ядовитый язык. Заказчик, безусловно, не хотел ничего иного, кроме как змеиную голову. И вот паства сидит в зале, на сцене восседает сам Папа Римский и вещает из пасти, из уст змея, от его имени. На самом здании и на том, как оно выглядит, внутри страшные секреты зала аудиенции не заканчиваются. Ведь на сцене за спиной у Папы Римского, вещающего из пасти змея, находится огромная статуя, сделанная итальянским скульптором Перикли Франсини. А теперь о конспирологии. Делим статую Христа на две половины, две половины одинакового изображения соединяем вместе и получаем это. Да это же фото самого хозяина фермы. Простите, оговорился сатаны. Полученный результат соединения двух фото очень важен. Вы поймете почему, когда мы доберемся до первого места. Видимо, никто и не скрывает связей с демоническими черными силами. Просто о них не говорит. Безусловно, зал аудиенции имени Павла VI, густа змея, находящийся в Ватикане, заслуженно занимает пятую позицию в нашем списке. А мы движемся дальше. Как вы думаете, откуда взялась информация о том, что апостол Петр был распят вверх ногами? Откуда взялась информация, что Понтий Пилат был одним из первых великомучеников, погибших за Христа? Откуда берется легенда о том, что Мария Магдалина родила Христу дочь, которую назвали Сарой? Всему виной апокрифы, книги, не признанные и не вошедшие в каноническое Евангелие на Никейском соборе в IV веке н.э. Некоторые апокрифы являются чистейшими подделками, которые появились как сразу после смерти Христа, так и спустя тысячи лет. А некоторые являются подлинными и признанными церквями более древними, чем католицизм или православие. Подобных загадочных, порой странных, порой пугающих книг, трудов и манускриптов очень много. Однако все они скрыты от взора простых смертных, за крепкими дверьми, в комнатах, где круглый год поддерживается одинаковая температура и одинаковый состав воздуха. Ватиканская апостольская библиотека, ту, что еще обычно принято называть тайной библиотекой Ватикана, отнюдь не тайная и отнюдь не библиотека. Это хранилище не только для миллионов книг, но и для прочих свитков, карт, предметов искусства и даже монет. В год разрешение побывать там получает всего 150 ученых. Выносить то, что содержится в Ватиканской апостольской библиотеке, за пределы библиотеки разрешено лишь папе римскому. Итак, 150 ученых и историков в год. 650 стеллажей с ценнейшими историческими документами, общей длиной 85 километров. Никогда, ни при каких обстоятельствах, даже если ничего не прятать и оставить на поверхности, эти 150 человек не обнаружат ничего мистического, загадочного и тайного, что скрывает Ватикан в этой библиотеке. Почему? Да потому что каждый ученый-историк, получивший разрешение на изучение материала в апостольской библиотеке Ватикана, дает запрос для конкретную тему и конкретные книги. Ему их выносит человек, и после этого начинается изучение. Никто свитки и книги не ищет, а их более полутора миллионов. Документы, которые сейчас находятся в библиотеке Ватикана, начали собираться, начиная с 4 века нашей эры. Когда библиотека в 1475 году появилась официально, в ватиканских запасниках уже как тысячу лет накапливались документы. И никто не торопился эти документы, карты или книги показывать на всеобщее обозрение людям. Почему? Да по той же причине, по которой инквизиция уничтожала миллионы. Конкретное знание не должно принадлежать людям. Божественное и чудесное должно принадлежать лишь Богу и церкви, а кто думает иначе, тот еретик. И это не имеет никакого значения. И имеет значение лишь причина, по которой людям не показывают тот или иной документ. В 2012 году Ватикан решил самую малость пойти навстречу и рассекретить некоторые документы, таящиеся в апостольской библиотеке Ватикана. Среди этих документов были протоколы допроса Галилео о Галилее, приговор Джордана Бруно, предсмертное письмо королевы Марии Антуанетты. Вот вам ответ. Апостольская библиотека Ватикана – это страшное место. Архив, где хранятся документы, доказывающие жуткие преступления в Ватикана. Протоколы допросов, предсмертные записки, приговоры, свидетельства. А главное – документальное обоснование, почему та или иная казнь была совершена. Почему та или иная книга или документ с конкретными знаниями была изъята у конкретного, например, колдуна или ученого. Я знаю, что огромное количество рабочих древних гримуаров, то есть мистических книг, есть сейчас на книжном рынке. И я знаю, что самые эффективные из них и великие мы никогда не увидим, ведь они прикреплены к делам о миллионах убийств, совершенных католической церковью во время Инквизиции и не только. Если у апостольской библиотеки есть тайны, значит они рождаются из-за страха заплатить за содеянное. Тайная библиотека Ватикана и ее бесценные жуткие документы. Четвертое место, а мы идем дальше. Огромное количество знаменитых, важных и сильных людей мира сего были членами различных публичных и непубличных тайных обществ. Конспирологи и историки спорят между собой, какое из тайных обществ наиболее опасное и могущественное. Иллюминаты, масоны, бильдербергский клуб, черная аристократия, Венеция, быть может розенкрейцеры? Нет, друзья. Самое могущественное тайное общество не прячется. Сейчас вы узнаете немного эксклюзивной информации, которую больше нигде не услышите. Мой близкий друг, запретивший на него ссылаться, сейчас поймете почему, вечером за бокалом вина рассказал мне пару интересных и опасных историй. Дело в том, что он дипломат и почти всю свою жизнь проработал в Организации Объединенных Наций, занимаясь и управляя вместе с остальными различными мировыми процессами. Однажды в Барселоне, где он живет, его друг-банкир предложил стать частью организации и тайного общества Опус Деи. Опус Деи – прелатура Святого Престола, то есть находится под руководством самых высших функционеров Ватикана. Мой друг ответил банкиру «Но я атеист». Банкир ответил ему «А какая разница? Мы всегда рады хорошим людям». Для того, чтобы стать членом масонской ложи, нужно приглашение всего двух членов самой ложи. И все. Для того, чтобы стать членом Опус Деи, необходимо пять лет постоянных за кандидатом наблюдений, во время которых тот не имеет права ошибиться, иначе до свидания. Организация Опус Дея основана чуть менее ста лет назад священником, ныне святым, Хосе Марией Эскрива де Балагер. Как он сам утверждал, во время духовных упражнений он увидел с полной ясностью миссию, которую предопределил для него Бог – открыть в этом мире путь освящения профессиональной работы и повседневных занятий. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, потише, чуть помедленнее, во время духовных упражнений. Каких таких духовных упражнений? Ни в каком христианском каноне мы не слышали с вами ни о каких духовных упражнениях. Духовные упражнения. Постойте, друзья, мы говорим о ритуале? Да, именно, мы говорим о ритуале. Организация Opus Dei очень закрыта, однако она имеет даже свой сайт. Вот список известных и могущественных членов Opus Dei. И тут возникает пауза, ведь не хватает того самого эксклюзива, который я вам обещал. Мой друг, тот самый дипломат, как раз и рассказал мне еще кое-что, из-за чего запретил ссылаться на него. Один из высокопоставленных чиновников Организации Объединенных Наций, работавший с ним, был членом Opus Dei. Он остается им. Антонио Гутерриш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. Я сказал своему другу, да ладно заливать. Но он лишь улыбнулся, повторил это так и сделал глоток благородного, свежевыжатого адренохрома. Простите, вина, я имел в виду вина. Нигде в Википедии, русской или английской, среди списка знаменитых членов Opus Dei, вы не найдете информацию, что Антонио Гутерриш один из них. Видимо, мой друг мне соврал. Но, впрочем, есть ведь сайты для своих, не очень популярные. Несколько человек его бывших соратников по партии обвиняли его, что он член Opus Dei. Но мне все равно, что кто-то написал. Мне неинтересно, ведь мой друг-дипломат, работавши с ним, сказал мне об этом. Иллюминаты, масоны, орден восточных тамплиеров. Да не смешите людей. Есть и помогущественные. И это Opus Dei. Тайно расставляющие своих людей, чтоб те правили миром. Они занимают уверенное третье место в списке самых страшных секретов Ватикана. А мы идем дальше. Давайте дадим немного мистики нашему списку. Настоящей, без возможности ее опровергнуть скептиками. Дадим мистики и чудес, у которых был не один, не пять, не десятки, не сотни и не тысячи свидетелей, а десятки тысяч. В Португалии, в одном из городов, стоит красивый белый храм, чистый и прекрасный. И построен он во славу Богородицы, во славу Девы Марии. В храме и вокруг храма мы видим все, что соответствует христианской символике. Что такого применчательного в этом храме? Дело в том, что он построен на месте, где в последний раз для всего человечества произошло глобальное духовное чудо библейского масштаба. Оно началось с того, что трем маленьким детям явилась женщина в белом, которая позже стала именоваться Девой Марии. Ее появлению предшествовали величественные и необычные явления в небесах. Якобы Богородица говорила с детьми о Боге, о Христе, а также о их страданиях из-за грехов людей. Все это началось в 1917 году и продолжалось достаточно долго, каждый месяц. До того момента, пока на очередной встрече с Богородицей не присутствовали 70 тысяч человек. Слышите? 70 тысяч! Богородица в одну из последних встреч с детьми передала им предсказания о событиях, грядущих перед концом света. Эти предсказания очень долго хранил Ватикан, выдавая информацию порциями. После того, как предсказанные события уже происходили, многие не верят, что Ватикан сказал миру правду об этих предсказаниях. Вот что о них сказал Иоанн Павел II. Если есть сообщение, в котором говорится, что океаны затопят, целые участки земли, что от одного мгновения к другому погибнут миллионы людей, больше нет смысла действительно хотеть опубликовать это секретное сообщение. Самым интересным и пугающим, помимо всего, в данном событии является то, что нет фото Богородицы или того, что видели 70 тысяч очевидцев в Португалии. Такое впечатление, будто бы кто-то изъял все фото, которые отвечают на этот вопрос. Однако, когда о подобных событиях с детьми узнала не только Португалия, но и вся Испания и Европа, на встречу с Богородицей собралось 70 тысяч человек, и там были люди неверующие и очень образованные. Например, профессор Киомбрского университета Аламейда Гарретт, который вот так описал события, связанные с появлением Девы Марии. Его слова. Шел сильный дождь. Внезапно луч солнца пробился через плотные облака, и все стали глядеть в этом направлении. Объект выглядел подобно диску с очень четкими контурами. Внезапно толпа издала вопль ужаса. Непрерывно вращающееся солнце, изменив цвет на кроваво-красный, камнем устремилось к земле, угрожая, раздавить всех своим страшным весом. Хозяева фермы, мать его, так вернулись, чтобы на них посмотрел скот. Мистические события в Фатиме столетней давности, правду о которых все отлично знает Ватикан. Второе место. Друзья, а почему именно Рим? Почему Ватикан расположился в столь древнем и противоречивом городе? Почему именно там расположилась змеиная голова из зловещей пасти и от имени, которой вещает Ватикан? Почему не Иерусалим, Константинополь или Греция? Места, где происходило значительно больше важных и масштабных христианских событий, нежели в Риме? Неужели суть только в апостоле Петре, ближайшем ученике Христа, и том факте, что он погиб в Риме? Быть может, суть в том, что римский император Константин легализовал христианство? Но сделал же он это не в Риме, а в Никее. Почему для ядра церкви, которая имеет столько пугающих тайных секретов для Ватикана, важен именно Рим? Неужели нет никаких авторитетных исторических источников, которые могли бы нам указать на это? Давайте попробуем поискать. Надеюсь, все понимают, что иудаизм – источник всего того, что мы сейчас имеем в авраамических религиях. Архангелы, ангелы, зло, добро, события, которые изначально происходили – литературные источники всего этого. Прежде всего, иудаизм. Точка. Нам это может нравиться или не нравиться. Мне так вообще все равно. Я просто стараюсь докопаться до самых ранних упоминаний. Так вот, секрет, например, сатаны заключается в имени Самоэль. Древнееврейский – сам, яд, эль, бог. Начальник демонов, разрушительная сила и ангел смерти в Талмуде. Впоследствии у греков буква М стала читаться как буква Т, и вот уже не Самоэль, а Сатаэль. Так появляется у христиан бог зла, сатана. Но христиане не первоисточник, а именно иудеи и именно Талмуд. Так вот, Самоэль, то есть сатана по Талмуду, у них ангел-хранитель города Рима и всей Римской империи, его принц. Мы с вами можем возмутиться, что эти иудеи себе позволяют, но ведь Ватикан именно поэтому в Риме, Именно поэтому там голова змея, и в его пасти изображение сатаны. Именно поэтому печать римского императора Константина, сделавшего христианство основной религией империи, выглядит именно вот так, как звезда, перевернутая верх ногами. Именно поэтому город Рим, мои дорогие друзья, Ибо ангел-хранитель и принц этого города Самоэль, а именно сатана, сын погибели. Прошу православных, мусульман, буддистов и многих других не радоваться, говоря, у нас все не так, мы хорошенькие, беленькие и чистенькие, у вас тоже много тайн, и я до них доберусь. Дорогой друг, если ты посмотрел это видео, ты и есть настоящее сопротивление лжи и обману, все тайное станет явным. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и напишите в комментариях, о чем я не рассказал из существующих секретов Ватикана, и о чем нужно рассказать, быть может, в продолжение. Всех вас обнял, и помните, друзья, грядут перемены. Мне не нужна помощь, я уже спасен. Помоги им, прошу, во имя учителя, которого ты так уважал и считал единственным достойным среди людей. Мария Магдалена сняла с себя, скрывающую ее от глаз людей накидку, оставшись лишь в одной хламиде. И Самоэль узрел спящего младенца, которого она прижала к себе. Голова ребенка, повернутая к шее матери, лежала у той на плече. Молю, спаси нас, хотя бы ее чуть не плача, шептала Магдалена. О, Боже, впервые со времени падения с небес на землю с благоговением промолвил ангел. Ты ведь не ее отец, хитро смотрел на Иоанна он. Нет, мать Христа подошла ближе к Самоэлю. Вы просите помощи у сатаны, чтобы сохранить кровь Христову. Растворился внутри смешавшихся мыслей он. Блудница, святая мать и любимый из учеников, теперь еще и дочь. Отчего или кого вы бежите? Запутался в эмоциях падший ангел. Кто вам может угрожать? Я не могу до вас и пальцем дотронуться. А нет власти выше, чем моя на этой земле. За нами следует Петр и его ученики. У них много власти, от них негде скрыться. С печалью в голосе молвила Магдалена. А не с пеной у рта доказывает, что Христос был Богом. А значит, у него не могло быть детей от земной женщины, тем более от блудницы. А ты, как думаешь, женщина, кем он был, Богом или человеком? Искушал непростыми вопросами Самоэль. Мария, совсем недавно утратившая того, кого любила больше всего на свете, тяжело вздохнула. Я думаю, он был лучшим из сыновей, о котором только могла мечтать мать. Падший ангел скривил лицо, окрасив его гневом и отвращением. Отойди от меня! Сквозь зубы произнес он, попытавшись ткнуть Марии тростью, инкрустированной драгоценными камнями. Ты знаешь, нам нет места рядом. Дорогие друзья и зрители, покупайте мои книги. Я уверяю вас, вам они очень понравятся. Для того, чтобы приобрести книгу, просто смотрим все ссылки в описании и пишем.